Всем привет и слава Украине. Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня у нас традиционная геополитика вокруг Каспия. Следующая будет уже предновогодняя с хорошо знакомым и любимым нами Резваном Гусейновым. Приветствую, Резван, рад тебя видеть. Здравствуй, дорогой Гелла. Приветствую тебя, наших уважаемых зрителей. Всего наилучшего желаю. Резван, ну, начнем с новостей, как я говорю, нашей региональной песочницы, потому что они не дают нам скучать все равно, хотя вроде бы особых таких новостей не было, идет процесс. Процесс этот принято называть мирным процессом, мирным процессом между Азербайджаном и Арменией. Давай в двух словах, как ты его видишь, этот мирный процесс, и на какой стадии он сейчас находится, в чем проблема? Ну, буквально мы с тобой как раз в предыдущих наших эфирах, и не только я, многие у тебя говорили, эксперты, как они видят. Я, опять-таки, остаюсь при своем мнении, что, естественно, до конца года особых серьезных подвижек, опять-таки, может, ошибаюсь, но это мое мнение не меняется в последние месяцы, что до конца года я не вижу. Могут идти разговоры, могут идти... Ну, есть некоторые оптимисты, тоже согласитесь, продолжают пытаться утверждать, что все как-то вот под новогоднюю елку положат. Даже, говорят, подпишут не то, что положат, но я считаю, что не то, что не подпишут, но и каких-то серьезных, кроме заявлений, которые были, конечно, да. Здесь есть несколько причин, да, и почему этот процесс не может идти так бойко, как его пытаются, да, некоторые, опять-таки, не все сформировать. Во-первых, серьезные проблемы. Дело в том, что эти вопросы готовят, в прямом смысле готовят, осуществляют и подают на стол Министерство иностранных дел, да, то есть это не секрет, что с двух сторон должны работать МИДы. Есть такая небольшая проблема с армянской стороны, что, которую эту проблему неоднократно озвучивали в эфире Эксперта, сейчас просто она за цвета, за другим колором светит. Дело в том, что контора, возглавляемая Араратом Мирзояном, как у нас, я извиняюсь, не в обиду, его у нас называют Агрыдак Мирзоев. Ну, Арарат по-азербайджански Агрыдак, да, Мирзоян Мирзоев. То есть человек, представитель определенных и внешних, в том числе диаспоральных армянских сил, задача которого входит как бы оппонировать той властной команде, которая вокруг Пашиняна, да, и я не буду углубляться в его прошлое, да, в том числе и ведущие, допустим, агентство Регнум, где он работал, много чего можно вспомнить, но при нем я не вижу, что, а документы, понятно, двухсторонние заявления правительства Азербайджана и Армении, может, да, это можно, да, но реально-то работу эту должна осуществлять МИД, а между нашими МИДами и завод такой креатуры, которая сейчас в армянском МИДе, я не вижу, чтобы эта работа шла. Просто даже последние вот несколько раз шансы были встреч между главами МИД Азербайджана и Армении, видишь, они не произошли. Вот это один, одна из причин, то есть, по всей видимости, пока не поменяется вот у них, у них традиционно в Армении за весь период независимости внешнеполитическая контора, она как бы окармливается в прямом смысле диаспоральными кругами, которые, мягко говоря, живут вот этой идеей Великой Армении, нужно победить, реванш, поэтому вот это внутриполитическая проблема Армении, это раз, то есть, кроме заявлений. Пашинян хочет, Пашинян неоднократно с Мирзаяном на разных площадках говорили разные вещи, видно, что есть некое столкновение, но Пашинян вынужден это терпеть, потому что парад Мизайн, как я сказал, креатуры неслабых кругов, неслабых. Вот, значит, другая, скажем так, причина в том, что, окей, Азербайджан понимает, мы движемся к миру, но есть несколько вопросов, которые должны быть уже сейчас решены и, опять-таки, я часто вижу, что армянская сторона почему-то неоднократно говорит, что Азербайджан должен быть снисходительным, нужно идти Азербайджану как победителю на уступки. Мы, конечно, можем, я сейчас могу раскрыть весь пакет уступок, которые три года Азербайджан делает. Во-первых, начнем с того, что предложение о мире, никто иной, не внешние игроки, да, не Армения, а Азербайджан первый сразу же после 44-гневной войны, спустя некоторое время выступил с этой инициативой мирного договора, да, а дальше что произошло, мы видим, какие только страны не подключились, чтобы поторговаться за счет этого мирного переговорного процесса и провалить его, да, почти три года до сентября. В сентябре этого года антитеррористическая операция, как бы итог всей этой торговли, внутри которой субъектность Армении была, мягко говоря, очень занижена. Вот, а сейчас вдруг все решили, что давайте, все понятно, мы поняли, что не получится пробить эту стену, которую хороший Азербайджан выстроил геополитическую и внешнеполитическую. Ну, давайте так, чтобы быть под Новый год, так не бывает. Так не бывает, если Ереван действительно хочет подписать мир, то как минимум в вопросе анклавов есть, конечно, некоторые подвижки, но это должно перейти в реальную плоскость. Более того, есть еще такой очень щепетильный вопрос, вопрос контрибуции, которым кончается любая война. Ну, нету такого, чтобы война не кончилась этим моментом, это нормальная практика. И в этом вопросе тоже подвижек нет. Вот я так считаю лично, мое личное мнение, но я вижу, что это как-то мягко тоже напоминается, что без серьезных подвижек, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что те доверительные возможности, которые были 2-3 года назад, они теряются. И каждый раз, когда Ереван или те, кто за ним проваливают переговорный процесс, естественно, доверие к Еревану теряется, и условия становятся все более жесткими. Мы с тобой неоднократно говорили, представь себе, что в 2000, ну ладно, травма 2020 года, в 2021 году весной или вообще в течение года Азербайджан с Арменией подписали бы мирный договор. Сколько плюшек, преференций и пользы от этого имела бы Армения и Карабахская армия, армяне, да? Выше крыши, согласись. Этого не произошло ни в 21-м, ни в 22-м, когда еще, уже под завязку 22-го года, кстати, год назад, началось стояние экологическое, если все помнят, да? То есть это стояние экологическое в Шуши, в городе Шуша, стало новой вехой. Мы с тобой тогда еще проговаривали, что это стояние, я отмечал, что это совершенно... Это было год назад, да? 12-го декабря, ровно вот это, чуть больше года, да, чуть больше года, если не ошибаюсь, 12-го декабря, ровно вот год с копейками. И вот уже в период этого стояния и его итогов, а его максимальные итоги это 19-е сентября. Я так считаю, полное завершение тех спецмероприятий, которые начались, да, с экологической акции, затем, естественно, Лачин, дорога, сама Лачинская, сперва Лачин, дорога, а затем, естественно, антитеррористическая операция, я его как довожу быстро, 19-го сентября, да, суточная. То есть уже после этого пытаться с нами говорить о том, что было до этого, это уже нереально, нужно выстраивать. А для выстраивания, опять-таки, с сентября по конец ноября в Ереване упирались, и те, кто за Ереваном, в первую очередь, Франция и США. Мы же видели, а вот обратите внимание, сейчас Франция практически исчезла с повестки, да, нашей, я имею в виду. В принципе, все не особо активны. А кто? Понятно, но она исчезла в определенный пиковый момент, когда появилась США. То есть интересно, понимаешь, на фоне того, как США заявила о том, что сейчас я разберусь с ситуацией, я имею в виду месяц назад, да, все события укладываются в ноябрь, декабрь. Интерес Франции, вся любовь к Армении и якобы к тому, что она здесь что-то сделает, ушел куда-то, туда, по всей видимости, куда сказали Вашингтоне. Я веду к чему, то есть связка Вашингтон-Париж в этом контексте видна. И сейчас на Новый год, я скажу так, вот Брайан приехал, уехал, и, наверное, он доволен тем, что ему сказали в Баку. Мы же не видим, чтобы сейчас с Вашингтона что-то радужно заявляли, да, что могут, давайте, могут, конечно, позитивно во всех столицах мира отмечать, что как хорошо, что полусторонние. Во-первых, мы отдали ихних пленных, да, за военнослужащих. Это огромный позитив, 32 на 2, так. Это огромный плюс в копилку Пашиняна для его внутриполитического имиджа. Он даже в кепке стал ходить, да, это так для кавказца знаково. То есть он считает, что теперь вернул кепку такая острая, кавказская. Ну, значит, на этом плюсе, я думаю, что нам еще, то есть Баку нужно понять, а что мы от этого будем иметь? Гешевт в чем? У нас есть несколько вопросов к Армении, да, которые ждут своего решения. И если до этого основным вопросом была тема Зангизура, Зангизурского коридора, да, то сейчас это ушло на второй план. Поэтому чем конкретно может заинтересовать Армения и Азербайджан, чтобы он ускоренным темпом сейчас шел к миру, да, чем? Если до этого были определенные вещи, которые Азербайджан интересовали, были надежды, что это произойдет, этого не произошло, в том числе Зангизурская дорога. Хотя я еще раз повторяю, она будет, но она в этот раз уже будет не с теми условиями, которые хотел Ереван. И то, что мог преференции предложить Баку, это все будет. Здесь просто, я просто не хочу анекдот, это получается, что горе от ума. Вот как бы так перефразирую, я не буду этот анекдот рассказывать, что в Ереване и те, кто его поддерживали, они посчитали себя очень умными, что они могут торговаться, если им предлагают что-то, то как увлеклись торговлей, понимаешь, Гева, и что вместо 2-3 получим, а в итоге не шиша не получили, да. И в этом контексте сейчас страница перевернута, сейчас, наверное, Баку с Ереваном должны сесть и обсудить. Ребята, а что вы нам предлагаете? В чем суть циммес мира с вами? Вам нужна граница определенности? Вам нужно, чтобы Азербайджан сказал 29 800 квадратных километров с территории Армении, да? Ну, для этого нужно пойти определенный долгий путь. И в этом контексте, может, я ошибаюсь опять-таки, да, потом в начале года меня поправят и напомнят мою ошибку, но я пока что не вижу подписания мирного договора. Можно обсуждать документы, это будет, конечно, да, встречи, но еще раз повторяю, кто с кем будет обсуждать, если серьезные проблемы с МИДом Армении? Вот это тот вопрос, который просто процедурно обойти, я думаю, не получится. Спасибо, я тут себе выписывал разные вещи по самому. И сразу же, знаешь что, ну, добавили сразу же, скажем откровенно, если сейчас до того, как подписывать рамочное мирное соглашение, будут решаться вопросы, ну, с азербайджанской стороны будут требования о решении вопросов анклавовых антрибуций, я не говорю, что будет с армянской стороны. Мирного договора не будет еще очень. И в связи с этим у меня вопрос, а так ли нужен мирный договор? Кому же Азербайджану тоже один. И вот, смотри, на самом деле, какая у нас конфигурация возникает. В Армении есть силы, которые говорят следующим образом. Ребят, Карабах потерян. Карабах потерян, но сейчас идет, сейчас то, что от нас требуют Баку, чтобы он был потерян и, скажем так, политически. Задокументирован. Политически, да. Политически, чтобы не было больше никогда возможности у Армении и у армян вообще предъявлять претензии на них. И это, в общем-то, будет оценено не очень положительно со стороны того же армянского общества. По крайней мере, можно будет объяснить армянского общества, что это очередной акт предательства. С другой стороны, есть момент, что если сейчас решается тема мирного договора между Азербайджаном и Арменией, Армения без всякого труда, без... Ну, конечно, это трудно. Без всякого труда я немного преувеличиваю. Но, тем не менее, в Армении появляется реальный шанс просто уйти на Запад. Но какой Запад? Запад ведь тоже бывает разный. И она уходит в общем-то первый ближайший союзник Армении. Тут сразу Франция, которая достаточно граждебна Турции, а значит и Азербайджан. Выгодно это Азербайджану? Нужно это Азербайджану? Не очень. Как-то не очень. То есть вот опять это. Теперь дальше идем. Есть два варианта. Процесс заморозки и процесс нормализации. Конечно, с точки зрения Рао Пага Мирзакова, который смотрит на это, как на логистическую... Он единственный здоровый человек в этом плане. То есть ментально здорового человека. Он говорит, ребята, вот это очень выгодно всем. И Азербайджану, и Армении, и, ребята, и Грузии тоже, чтобы там не говорили больные люди здесь у нас. Но это, с точки зрения здорового человека. А политика – это тема больных людей. Дело. В этом контексте мир и процветание для Армении проходит через нормализацию отношений с Азербайджаном и с Турцией. Вот это тот узкий коридор, где нам поможет, к тому же, и Грузия. Я вот так вижу. И да, это один из вариантов мира и процветания для Армении. А второй вариант мира и процветания для Армении – заморозка этого процесса. То, как есть, так есть. И получение, в общем-то, и денег, и поддержки, как со стороны тех сил на Западе, которые поддерживают Армению, в результате со стороны России. То есть, я тебе скажу, почему второй вариант проблемный. Мы как бы давайте будем проговаривать. То есть, если ты нарисовал сценарий, почему в Армении сейчас торопится с миром. Казалось бы, логически тоже им особо торопиться не надо. Я сомневаюсь, что именно Армения сейчас торопится с миром. С миром торопят. Есть причины. Есть причины, о которых можно поговорить. То есть, есть всегда новые факторы, которые последние 3-4 недели вынуждают Ереван торопиться. А вот тут они и попались. Потому что Баку, и не только Баку, и мы, я в эфире, об этих факторах говорил. Один из этих факторов, который надвигается, его не остановить, предстоящая предвыборная гонка, то есть, президентские выборы в США. Это раз. Второй фактор – это мартовские выборы в России. Это два. После марта Россия и ее поведение относительно не только нашего региона и тех перетурбаций, которые возможны в России, не будем забегать, но какие-то сигналы, видать, Ереван тоже получает. А также есть некоторые понимания того, что то, что происходит сейчас на украинском фронте, то есть, на треке Россия-Украина, здесь тоже могут быть некоторые изменения. И вот эти все три пункта изменения могут быть каскадными. Не так, что вот это, а давай я еще подумаю, у меня есть несколько недель, а может я еще съезжу в Москву или съезжу в Вашингтон и в Париж. Есть какая-то общая тенденция того, что в центре всех этих событий стоит опять-таки Россия. То есть, каскадные какие-то изменения в России и не только в России, в том числе в США, могут привести к тому, что то, что вчера предлагалось, оно не будет иметь смысла. Вся конфигурация, где основным актором для Армении является Франция, почему она проседает? Потому что в следующем году в том числе у Франции будет много хлопот. В принципе, год от года эти хлопоты растут для Франции, как и для Западной Европы. И опять-таки, я не забегаю вперед, но контуры этого просматриваются, и их понимают в том числе в Ереване. А ты представь, насколько это прекрасно знают в Баку, что меняется вот это. И тут получается, что остается опять-таки узкий трек или власти Армении мягко говоря говорят французские сзади «бонжур» и постепенно отходят от той, в принципе, пока что так идет, кстати, отходят от французской линии, Арарат-Мирзаяновской линии, как бы обособляем Арарата-Мирзаяна и французскую линию, как они вместе работают. И выдвигаются в Ереване, понимаете, это проблема Еревана, вперед на должностные какие-то позиции, ну, я понимаю, непопулярно это, ну, а что делать? Выдвигаются люди, которым могут нормально вести диалог с Азербайджаном и Турцией, связки, и при этом они могут воспользоваться ресурсом Грузии в этом плане, то есть дать площадку, как Грузия, которая, понятно, что этот трек не может в Анкару ехать в Баку, Ереван, и мы тем самым берем, вот сейчас переходный момент, я даже тебя уверяю, многие большие игроки будут рады, что вот региональные страны взяли на себя эту нагрузку, я понимаю, для Тбилиси формат 3 плюс 3 он неинтересен, хотя, опять-таки, понимаешь, здесь есть о чем поговорить, но он неинтересен, раз так, то мы хотя бы сделаем формат, я не знаю, как-то 3 сами, а уже отдельно нужно будет думать, как Турция и Россия взаимодействуют в этом формате, а Иран, третья внешняя сторона, я так понял, что Иран сейчас полностью поглощен тем, что происходит на Ближнем Востоке, более того, Турция тоже значительно поглощена тем, что происходит на Ближнем Востоке, а даже и Россия очень серьезно поглощена тем, что происходит на Ближнем Востоке, я это к тому веду, что у нас создается здесь в регионе уникальная возможность самим договариваться, и как бы это не звучало слишком так высоко, Баку может быть гарантом диалога и с Россией, и с Турцией, и с Ираном, то есть мы в своей песочнице, как ты правильно говоришь, договариваемся, а остальные все внешние некомфортные вещи, допустим, для Еревана некомфортно говорить с Турцией, для Тбилиси некомфортно говорить с Москвой, для Баку этих преград нету, мы можем и с Москвой, и с Анкарой, и с Тегераном в свете относительной нормализации, вот я как-то вижу этот трек, но в этом треке самое главное, чтобы в Ереване, не в Тбилиси, не в Баку, а в Ереване появились люди, которые возьмут на себя, возможно, это непопулярную нагрузку, но через несколько месяцев в Ереване эти люди будут ходить с гордо поднятой головой и с кепкой гордо, потому что, когда произойдут те события, о которых я говорю приблизительно, вариант, это один из вариантов, они скажут, видите, как мы были дальновидны, так что решать в Ереване. Резина, да, это один из сценарий, а вот тебе другой сценарий, смотрите, на сегодняшний день, ну, во-первых, начну с печального, в Тбилиси некомфортно разговаривать с Москвой, ой, как комфортно, ой, как им комфортно разговаривать с Москвой, как им комфортно участвовать в формате 3+, они не будут участвовать в этом, потому что с точки зрения бизнеса, их бизнеса, этот формат 3+, ничего не дает, а ничего не дает, кроме головной боли и приключений на задницу со стороны Запада, а им важно прекрасно разговаривать, более того, сейчас, я рискну сказать, что сейчас отношение Тбилиси с Москвой лучше, чем отношение Баку-Москва и Ереван-Москва, Ереван-Москва, потому что обижены очень сильно в Ереване на Москву, Баку-Москва, потому что в Москве очень сильно обижены на Баку, и у каждого из этих отношений, у каждого такой камнюка за пасухой, вот сейчас возьму и брошу, когда будет возможность, а в Тбилиси все ясно, засчитать, политический у нас кто, а враги, дипломатический у вас кто, нет, отношений у нас нет, бабло делаем, делаем, все ребята, работаем, что называется, давайте, давайте не будем, и это все понимают и Брюссель, и Вашингтон, Брюссель прекрасно показал, что он это понял, на этой неделе предоставил Грузии кандидатство, прекрасно, более того, послание новое, знаешь, Грузия поддержала продление санкций по списку Магнитского, включая ограничительные меры против КНД и Триднестровья, но поддерживалась от санкций против граждан Российской Федерации и Китая, это о чем, это о чем, это о чем, ребята, вот каим и северокорейцам и Триднестровья мы китайцам, ну чего мы китайцам обижать не будем, нафига, а что касается против граждан Российской Федерации, это та фраза Кагановича, которую я люблю повторять часто, во время следствия самое важное не выйти на самого себя, это уникальный, фарцхаладзе у них граждане Российской Федерации, которые через них делают делишки, если сейчас поддержат, то значит фарцхаладзе будут уходить, как, то есть понимаешь, и тут же приезжает министр иностранных дел в Германии, по какому поводу, давайте попишем соглашение о миграции и мобильности, то есть, ребят, давайте мы сделаем так, чтобы от вас вот этот поток был поменьше, у нас и так уже украинцы, не говоря про африканцев, там еще вопрос организованной преступности, грузинская, которая, ну и так далее, а теперь, а теперь, к примеру, Баку, у Баку сейчас, в принципе, климатический саммит, значит, развитие с Центральной Азией, отношения и так далее, и тому подобное, Балканы, Сербия, Балканы, это и есть, вот это самое, развитие, вот этого, и зачем Баку сейчас еще какие-то проблемы в Сибирице, нет абсолютно, ну ребят, ну вот все заморозили, заморозили, и Ереван на количество, ребят, да все нормально, все прекрасно, в Москве есть силы, которые поддерживают, французы на месте, диазмора будет давать деньги и поддерживать, весь вопрос в том, чтобы подморозить ситуацию и оставить так, как есть, у меня сейчас сложилась картина, при которой все это выгодно к всем прям стараться. Совершенно верно, этот как бы усиливает то, что мы с тобой говорили, единственное... Ну все выгодно, слушай, всем все выгодно, а мы тут сидим и говорим, мирный договор, разбитый договор, мы не нужны. Я поэтому всегда против проговаривать и обсуждать то, что идет в прессе, да, наш с тобой формат, вообще формат вы передачи чем хорош? Мы обходим пережевывание информации, которая идет в прессе, пожалуйста, это пережевывает тысячи и тысячи экспертов, да, а мы пытаемся моделировать реальную ситуацию, опираясь на, как это говорят, разведпризнаки, признаки, а признаки за хвост не возьмешь, а нам что-то не признаки. Ну можно, мы берем на себя смелость обсуждать эти признаки, которые даже домохозяйка, я извиняюсь, никого не обижаю, простой человек, он с годами больше обращает внимание не на то, что говорят, да, и даже не на то, что делают, а на какие-то признаки, которые подтверждают вербально и невербально, что вот человек это и есть, да, поэтому мы тоже с тобой пытаемся идти в этом контексте, да, что есть некоторые признаки, которые показывают, что всех все устраивает пока что, пока что, и это пока что продолжается минимум до весны, а может лето следующего года, а потом может еще больше укрепиться, да, пока что, а может быть какие-то некоторые пертурбации, которые мы с тобой уже тогда поймем, пока признаков нету, поэтому об этом помним. Ты знаешь, что просто любой мирный договор это компромисс, любой мирный договор это то, что власти должны сделать, в Баку что-то такое должны сделать власти, чтобы потом объяснить своему населению, чтобы мы были вынуждены пойти на это. Ты знаешь, мне что сказал один уважаемый человек, я просто не могу сдержаться, не буду называть, но он из властной команды из Еревана, как-то была дискуссия, что слушайте, мы друг другу сделали все, что можно уступки, у вас на территории нету армян, у нас на территории нету азербайджанцев, это же прекрасно, то есть я как бы повторяю позицию этого человека, что это создает, мы убрали главных раздражителей, мы не претендуем, но и вы тоже не претендуете, а как бы вот этот тот узкий трек, где себя Ереван чувствует комфортно. И Баку себя чувствует комфортно, но при всем, но при всем при этом Ереван будет настаивать, что Баку должен быть наказан за то, что выгнал армян, а Баку будет настаивать на том, что ты сказал, контрибуция, клапы и так далее и тому подобное. И возвращение западных азербайджанцев. Как только подписывается мирный договор или подходим к подписанию мирного договора, если это не рамочный мирный договор. Знаешь, что они могут сделать? Могут подписать рамочный мирный договор, не обращая внимания ни на что на это, а потом опять пикироваться. Ну, типа того, ребята, давайте мы подпишем, отвяжитесь уже от нас, есть у нас рамочный мирный договор. Но это похоже на что? На трехстороннее заявление, ночное? А, это похоже на то, что мы вот это сделали, ребят. Все, а теперь дайте нам по-своему, там, но при этом, когда Пашинян говорит об армянском перекрестке, да, там же Турция и Азербайджан, ну, по большому счету все равно же в Армении рассчитывают прежде всего на индивиду. Я извиняюсь, этот перекресток немецкая фантазия в исполнении Пашиняна. Что почему немецкая? У меня такая позиция, я кое-что, как бы, это было по итогам встречи Пашиняна. Я понимаю, немчики-родники были с вами воевали, а почему немцы? Это некий немецко-французский план, но вот эту логистику нарисовали немцы. Эту логистику я знал, два года назад нарисовал. Зачем они должны были нарисовать? Мы же говорим о том, почему сейчас озвучено, да, у меня тоже есть карты, много чего я рисовал до, но это было озвучено в рамках последней попытки, как бы сказать, германского нейтралитета или интереса к нашему региону, поскольку весь прошлое и середина этого года якобы была какая-то возможность, что Германия что-то, вот она и показала, родила гора, родила мышь, может у тебя украли из твоих, я не знаю, но это просто есть... У меня чего? Это география, это не я. Мы нарисовали эти карты, это география. Но извини меня, если бы одной географии все решалось, там есть много причин, почему это не способно. Я сказал о единственном здоровом человеке Рауфе Агабинзаеве. Я вот просто это то, что нарисовали у Бакужа, не спросили. Конечно, приятно, что Армения предлагает такие перекрестки, но как-то это должно было сперва у нас, у соседей, спросить, что как вы думаете, прицел перекрестка, если так перенести, учитывая то, что инфраструктура на Азербайджан последние 10-15 лет тратит миллиард на то, чтобы стать перекрестком. Резван, извини, сейчас я прислал, я забыл, я обещал выкладывать и забыл выложить. Приняли решение, а в очередной раз я уже, есть два проекта, которые постоянно принимают решение и ничего не делают. Первый проект это анаклия, второй проект это речь на старат. Эти два проекта вечные, они вечные. Вот опять пошла информация, что все, начало строительство. Решт-Астара, да. Там я не знаю, сколько километров, с Гулькин, но с две станции метро расстояние. Не-не-не, там... Решт-Астара. 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 Я же думал, Астара-Астара. Не, Решт-Астара. Астара-Астара с азербайджанской стороны практически уже сделано. Все готово с нашей стороны. То есть он даже мне прислал фотографии урауф, вот и заканчивается дорога, железнодорожный мост, и заканчивается. Там... Даже по территории Ирана мы это протянули. Оно стоит, ждет, дальше уже Иран должен сам тянуть. Решт-Астара. И в этом... Блин, когда это было? В 19-м году или в 18-м году? Нет, в 19-м или в 20-м году в Тегеране встреча России Путин Рердоган. И тогда Путин несколько раз сказал Решт-Астара, Решт-Астара. А сейчас для них это вообще жизненно важно. То есть для русских важно... Мы уже говорили о том, что для русских сейчас важно. как можно больше в Кавказской стене и как можно больше выхода в Наю. Ну, а Ирану сейчас не до этого, учитывая Ближний Восточный Кейс, Иран говорит, я занят. Но я их и понимаю. Сейчас многие вопросы принципиально решаются там. Не, а при чем тут это? Он занят, что, дорогу не может строить? Нет. Голова занята. Посмотрим. А может там какие-то преференции такие откроются, где поблекнет, вообще вот это север-юг. Все может быть. Может наоборот усилиться север-юг, но в этот раз Тигран будет требовать больше. Единственная преференция, давай прямо скажем, это шейтский коридор, ты веришь в то, что может открыться сей-шейтский коридор? Нет, я не считаю, я не об этом говорю, потому что по итогам Палестино-Израильского конфликта перекрылся тот вариант, который из Индии, была же попытка, скажем так, насколько это Ирану нужно было, насколько это нужно было, вот этот Весенский. Она не нужна была абсолютно. Все, так, сейчас по итогам Палестино-Израильского конфликта все-таки станет ясно, во-первых, судьба вот этого перешейка, я считаю, что в основном причина Красное море, Суэц. Мы видим, как он теряет акции, вот эти Суэцкие, и уничтожают просто. Группа хуситов, которые якобы пираты, я понимаю, пираты, но всегда у пиратов есть крыша, у Фрэнсиса Дрейка и у пиратов была своя крыша. Даже у Харитина Барбаросса. Да, и Харитин Барбаросса тоже имел свою крышу, и сейчас эти пираты имеют свою крышу, да, и как-то я, когда мне пытаются говорить, что американская флотилия подошла, ух, хуситом, я как-то напрягаюсь, я говорю, слушайте, и ради пиратов двинулась целая флотилия. А, нет, правильно, конечно, двинулась, ты чего, в итоге получается, что этот маршрут, да, он становится все менее и менее, то есть эти, начиная с Эвелин, вот этого, который застрял там, да, это был первый сигнал, что пора менять логистику, и скорее всего логистика будет сухопутной, у меня вот как-то у меня такое ощущение, дороговато, я не знаю, что это написано, но дороговато. Ну, понятно, дороговато, но никто никогда никого не спрашивает, когда вот важные моменты, веки, да, дорого, вот сейчас все помешались на зеленой энергетике, да, но никто же не думает о том, как это дорого и как это чревато для экологии, при этом все говорят, что ради экологии это делается, а только некоторые специалисты знают, что максимальное производство лития, литийных батареек и утилизация это такой кошмар для экологии, да, выработка огромного количества электроэнергии, и дорого, это не то, что нужно в этом контексте, да, космос будем отправлять, пока есть суша, по ней будут петлять, и уже если нету выхода, то тогда это будет частично идти по морям, да, и я в этом контексте имею в виду, что не только Иран, но все, кто понимает, они не торопятся сейчас с логистикой, как бы не продешевить, ведь можно будет подороже затем продать свою логистику тем странам, которые нуждаются в этом контексте. Психологию иранских... Я жду того момента, когда придет лесник и всех разгонишь. В конечном итоге. Смотри, еще один момент мы с тобой обсуждали, вот Россия, все привыкли к тому, что я Россию выбрал. И из-за что, ребят? И из-за что? Ну вот смотрите, вот идет военно-россия и сейчас по ходу Россия и трансформируется. Во что она трансформируется, пока не ясно. Ты уже намекал, что может быть... Но вполне возможен вариант. Что Россия? Написуем идеальный вариант для нормальных людей, здоровых. Подерегаем поражение в Украине, на Западе. Что происходит дальше? Дальше Россия укрепляется как аналитарное государство, которое с точки зрения технологий, с точки зрения моделей развития и так далее очень непривлекательно, но зато очень агрессивно. По модели Северной Кореи, по модели Ирана и так далее. То есть русский корейдарь. И кому это грозит, то у нас... Нашему региону. Не только нашему региону, но всему постсоветскому... Нашему региону и Центральной Азии. Но всему постсоветскому простоту Украина уже отбилась, Балтия уже в НАТО, Белоруссии ничего не поможет, остается Южный Кавказ и Центральная Азия. Центральная Азия. Кто слабее, начнем, скажем так, кто важнее? Вот тут мы можем обсудить этот коридор. Кто будет важнее, кто ближе, логистически, кто дешевле, но зато больше шума будет для России внутриполитически. Я имею в виду сказать, что там, допустим, на украинском направлении проблемы, ну, гипотетически, да, мы с собой. А вот тут, допустим, на Южном Кавказе, вот, к примеру, мы в направлении, допустим, Армении, так предполагаем, потому что вижу, что та пазуха, которая за камнем, все-таки она лежит за пазухой, за камнем, да, но тут проблемы логистические, потому что, чтобы серьезно обеспечить эту операцию, нужно сухопутное соединение, ну, то есть, дорога сухопутная. Ясно, что между нами Азербайджан это не предоставит, не предоставит. Хотя сто лет назад, мы даже дважды можем вспомнить это событие, 200 лет назад, когда Царская Россия шла на Кавказ, она сперва это попыталась сделать через Каспийский поход, 300 лет назад, пожалуйста, можем углубиться. Петр Первый, да? Ну, больше. Да. И неудачный Каспийский поход показал, что нет, через этих басурман и через горские народы... Каспийский поход, в принципе, он был направлен-то на Иран. Да. Ну, не на Иран, а на все территории, которые от Ирана отпадали. Походу попали под раздачу. Смута, афганцы, гильзаи, султан в 7 шах, он просел. Было свободно, Кавказ можно было отобрать. То есть, как бы Россия не имела цель идти на Тебрист, а просто было ясно, что Кавказ или упадет в руки османов, да, или же в руки России. В итоге так и произошло. Усманы с русскими Константинопольский договор в 1725-27 годах по реке слияния реки Куры-Арас, там проходила тройственная граница. То, что южнее осталось без ведома сифивидов им осталось. Уже сифивидов-то и не было, я извиняюсь. То, что западнее, это значит Карабах, Шамаха, Шеки, это осталось Усманом, а то, что при Каспийске от Энзели, Баку, Дербент осталось русским. Да, но через несколько лет Россия все это вернула в свете внутриполитических своих проблем. Почти сто лет эти несколько лет. Да, мягко говоря. И уже где-то Почти сто лет. Почти сто лет. Это уже при Павле начали, до 1801 год, заново все это серьезно. Хотя до этого при Екатерине в 1796 год поход Зубова. То есть, какие-то телодвижения были. При Павле уже началось, что называется, Российская империя пришла сюда как государство. Да. То есть, а потом, что вот эта вторая попытка, она опять-таки уже была по будущей военно-грузинской дороге. То есть, не с левого фронта, если сверху смотреть, а с правого фронта. А что, с левого фронта там тоже узкая полоса земли от Дербян. Петровский опыт, я к чему веду, Петровский опыт показал, что лучше сделать ставку не на Басурман, а попытаться через христианский пояс. То есть, Грузия и армянский Меликс. Поэтому по правому фронту пошли. Тибилиси стал центром тогда. Вот это русской экспансии. Ну, так сложились обстоятельства. Потом опять проходит сто лет распад царской России. Опять уже красный проект. И опять они идут слева через Баку. Ну, понимаешь, 1920 год. Вот этот 11-я Красная Армия, пояс, броневичок и так далее. Смотри, как все, в зависимости от политической ситуации используется правый и левый фланг. Они попадают же в 21-м году захватить Грузию, но не получится. Давай угадаем очередь за кем сейчас. Если сто лет назад, то есть, наш левый фланг был, сейчас прошло сто лет, создается определенная ситуация. Опять, я, может, ошибаюсь, мы моделируем, что правая, то есть, грузинская, со стороны Грузии, возможность, если дадут, конечно, грузинские власти, для того, чтобы как-то прижать Армению, если не удастся методом переворота или террора. у них и так есть войска, им не нужно туда вводить дополнительные войска. Так надо. Показать, мы же там моделируем, злая империя, Армения становится форпостом борьбы против НАТО, впереди же Турция натовская, понимаешь, человек же грезит сталинскими проектами, если не удастся противостоять НАТО на Западном фронте, то... Резван, я тебе прямо скажу, Запад не даст заплатить Грузию. Поэтому, к чему я веду? Вот это тупо не даст. Вот это все вводить. Если сейчас русские дерутся бойсками на Грузию, вплоть до введения войск. В том числе и турецких и американских и каких-то угодно. Окей. Вообще, по большому счету, мы с тобой проговорили одну модель, но есть и другая ситуация, которая тоже не менее реальна, это на фоне выборов предстоящих США попытка замораживания, замиления не произойдет. Замораживание Украина российского противо... Подмораживание, да, методом недопоставок, поставок вооружения, методом каких-то переговоров между Вашингтоном, Москвой, Брюсселем, Москвой. и подмороженная ситуация тоже многих устраивает. Мы с тобой до этого смоделировали, почему в нашем регионе вот эта подморозка мирного договора устраивает всех, а сейчас, учитывая выборный период следующего года, это головная боль, я имею в виду Украино-Российская война, противостояние, вторжение России, оно тоже напрягает, в том числе и Вашингтон. И не только Вашингтон. Это подмороженная ситуация. Смотри, что последние три дня я читаю в западных своих. Следующая формула, знаешь, какая сейчас, кстати, я сейчас буду записывать после нашего разговора, а выйдет оно в 6 часов раньше выйдет с Федоровым. Смотри, ситуация следующая. С одной стороны, у России нет ресурсов для наступления, у них есть ресурсы для того, чтобы попадаться для местных штурмов, для того, чтобы наконец-то взять Авдеевку, так же, как они взяли Бахмут и Солидар, но у них нет ресурсов для Северного наступления, просто нет. А у Украины тоже нет ресурсов для наступления, в силу того, что, многие говорят, в силу даже того, что просто-напросто, даже если по деньгам проблем нет, проблемы есть в конкретно обеспечении таким количеством боеприпасов, которые необходимы, а это необходимо уже достаточно долгосрочной посылке. И это получается подмораживание без всяких ненужных договоренностей. Они толкают продолжаться, и все. что я думаю шло, вот то, что ты описал, это заранее моделировалось некоторыми кругами. Это не моделировалось заранее, это было по-разному, разные были варианты. я не считаю. А Макбер-Пал, и все было бы по-другому. Это не фактор случайности. Случайности в жизни, это когда человек не понимает, зачем произошло. Все к этому шло с лета прошлого года, с лета этого года. То есть был определенный дедлайн, и в Вашингтоне не его понимали, что 24-й год, что такое. И летом был огромный шанс для США полностью поддержать, полностью поддержать Украину, и она решила бы базовые задачи. Этого не произошло. Плюс сейчас новый кейс Палестино-Израильский, это просто чудо. Поэтому Вашингтон спокойно может говорить украинским друзьям, что смотрите, что происходит. Там реальные проблемы есть, но смотри, ты говоришь это, смотри, там же было как, были большие споры, Бахмут защищен или нет. Ну не защитил бы заложенный Бахмут, вышли бы они на оперативный простор, и сегодня мы бы имели совсем другую ситуацию, когда Славинск, Краматор, мыли бы уже русские. Конечно. Так это еще больше минус для Запада. Получается, Украина своими силами, она пытается, что может делать, но это не... Я говорю про то, было это прогнозируемо или нет. Есть сеть, определенный, я не люблю мелочи обсуждают, потому что за ними теряется важное. Есть намерение, вот есть у мусульман такое понятие, действие и намерение. Вот намерение, это и есть признаки. Я говорю о том, что Запад своими признаками еще летом, даже весной, показал, что он не хочет с того, чтобы Украина тотально шла вперед. А то, что Украина делала, это просто чудо героизма и военного интеллекта. Но оно не меняет всей картины. Наталья шла вперед, Запад просто не хотел, чтобы Россия рухнула. И это правильно. Так об этом и говорю, вот это и есть точка преткновения. И здесь возникает, я у тебя в эфире не раз это говорил, что где-то на каких-то пунктах Запад, США, с Россией уже договорились. Вот это самое главное, о чем пытаются не говорить. Что значит договорились? Резва, я тебе скажу одну вещь, это тебе надо уходить. Я бы тебя не отпустил сейчас. Тебе надо уходить. И опять-таки, я пытаюсь тезисно проговорить то, что могу обосновывать часами, я понимаю. Ты понял? Нет, я про то говорю, что у нас сейчас уже тетлайс. Я тоже про то. Если можно, я закрою эту тему, потому что, чтобы она не повисла в воздухе. Если есть, а контуры этой договоренности я вижу. Ну, эта договоренность протянется до весны. А вот уже весной она расширится в негативном формате? Или же все будет свернуто? Мы с тобой поймем. Уже тогда как бы это обсудим. Жалко, что у нас нет еще хотя бы нам. Нам не хватило на самом деле минут десяти. Да. Чтобы логически завершить все это. Я очень извиняюсь, что я вынужден тоже мне двигаться, поэтому зрители... Да, но я надеюсь, мы пообещаем нашим зрителям, что перед Новым Годом как бы итоги года мы уже сделаем более пространную передачу. Будет больше информации, кстати, да, я надеюсь. Большое-большое спасибо за очень интересную беседу и большое спасибо нашим друзьям, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо. Благодарю тебя наших уважаемых зрителей. До новых встреч.